Это случилось в конце декабря прошлого года. В Кимрах зверски убили 83-летнюю женщину. Всё случилось в этом покосившемся от времени деревянном доме. Преступление совершено особо тяжкое против личности в отношении 83-летней местной жительницы города Кимры. Это случилось совершено тремя местными жителями города Кимры, двумя мужчинами и одной женщиной. Позже выяснится, в дом заходили мужчины. Женщина осталась в машине следить за обстановкой. Злодеи были уверены, остались незамеченными. Но вышло не так. На одном из расположенных рядом коттеджей была установлена видеокамера. В ходе изъятия записи видеонаблюдения была установлена автомашина и двое неизвестных лиц, предположительно которые совершили или причастны к совершению данного преступления. Полицейские отследили маршрут подозрительной машины и быстро установили, где живет один из подозреваемых. В ходе проведения последующих мероприятий вышли на след еще двоих фигурантов, которые совместно с управлением Головного розыска были задержаны и последующим арестованы за совершение данного преступления. За что же была жестоко убита несчастная Александра Котова? Бабушка не слишком обеспеченная. Жила только на одну пенсию. И судя по обстановке, зломышленники искали деньги, золото. Золото преступники нашли. Золотые сережки. Их Александра Васильевна сняла с ушей сама и отдала нелюдям. Только пощадите. И деньгами злодеи разжились. Все, что нашли в доме. Пять тысяч рублей в кошельке убитой. Свет в час ночи горел, говорит, во всех комнатах везде. Все у нее. И две комнаты там. И переруб везде. У нее там узлы стояли с тряпками. Вот дочь, внучка. Что там не нужно, им соберут, привезут. И они все это перетрясли, все искали. Ну что ж кто... Вот. А она, говорит, было вот пять тысяч всего видно. И сережки. И сережки. И все-все у нее достояние. Ничего такого у нее особого не было в квартире. Ну, как у всех. Ветеран труда Александра Котова всю жизнь проработала на фабрике. В этом доме жила одна. Дети и внуки навещали. В ту злополучную ночь она могла остаться в живых, если бы согласилась на уговоры врачей скорой помощи лечь в больницу. Она занимала у меня на лекарства постоянно. Вот. То тысячу, то две. Любаш, займи. У нее лекарства. Там вот такая гора всегда лежала. Я говорю, два инсульта. То есть два инфаркта перенесла за 22-й год. Она в Твери все время лежала. А вот тут-то скорая приехала в этот день. Она когда мне позвонила и говорит, Любаша, у меня три часа была скорая. Мне было так плохо. Они меня опять хотели в Твери увезти. Говорит, уже сумку собрали. А я, говорит, сказала, да ладно уж, я лучше дома буду умирать. Вот как накаркала. Видимо, после отъезда скорой пожилая женщина не успела закрыть входную дверь. Преступники в масках свободно зашли в дом. Она мне позвонила, чтобы если будет плохо, чтобы я ночью к ней приехала на такси. Она говорит, я заплачу, приедешь? Я говорю, хорошо, приеду. Но она не позвонила. Я утром сразу же в 8 часов давай звонить. Позвонила, недоступен. В 9 недоступен. Дальше звоню, недоступен. Я давай дочке ее звонить. Говорю, Алла, что такое? Мама твоя не отвечает. Говорю, что с ней случилось-то? Она говорит, не знаю. Я на работе, я днем никогда не звоню. Говорит. Я говорю, ну не отвечает. Что-то с ней случилось. Я говорю, у нее вчера скорая была, ей так плохо было. Она говорит, вот так-то так тоже ей все рассказала. Она говорит, ладно, я сейчас Сережу пошлю. Ну и она мужа послала, он дома, видно, был. А потом она мне звонит, говорит, Люба, похоже, что ее убили. Требуя золота и денег, преступники жестоко избивали свою жертву. Все ребра сломаны, все. И лицо все одутловатое. Грудь вся синяя, все. Все издевались. Почему же злодеи за деньгами и золотом не зашли в другой дом побогаче? Таких на улице много. Может быть, потому что знали, здесь им не дадут отпор. Была на хорошем счету у соседей, у родственников, знакомых. Все люди отзывались о ней хорошо. Была бабушкой, божьим одуванчиком. Пор, я говорю, он во мне вот до плеча, буквально. Я приеду, она накинется, такая маленькая, как ребенок, вообще худенькая, худенькая. Последний этот год вообще я исхудала, вся худая была. Слух об этом преступлении в считанные часы разлетелся по небольшому городу. Преступников тоже быстро нашли. По горячим следам. Ранее судима. Один за совершение тяжкого преступления. Но в содеянном с Александрой Котовой задержанные не признаются. Мало того, в следственный отдел приходили родственники подозреваемых. Мол, не повинны, отпустите. Следствие по этому уголовному делу только началось. Судьбу злодеев теперь будет решать суд. Мы следим за ходом событий. Я бы таким вообще расстрел бы давала. Нафиг царяков убивать. Люди прожили такое и так время еще за какие-то копейки. Хоть бы уж действительно деньги были.